Сегодня мы собрались для того, чтобы обсудить ряд актуальных правовых вопросов. Скажу откровенно, эти вопросы возникли из обращений граждан непосредственно на меня, в том числе и от людей, с которыми я разговаривал напрямую. Первый вопрос, который очень важный для нас традиционный, вопрос амнестии. В этом году мы отметим 80-летие со дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. И если мы примем положительное решение, то с учетом особенностей даты, амнистия должна иметь отличия. Надо будет более внимательно посмотреть на женщин и детей, и на женщин с детьми. Другие категории осужденных. Надо подойти к вопросу амнистии нетрадиционно. Я думаю, министр внутренних дел доложит, как он видит эту тему. Вы сегодня основной докладчик по данному вопросу. Понятно, что и в парламенте законопроект также обсудит, проанализирует со всех сторон. Тем более, работать предстоит новому составу, людям со свежим взглядом, идеями. Но надо учитывать и криминогенную ситуацию в обществе. Обратите внимание на недостатки предыдущих амнистий, чтобы их не повторить. Вторая тема не менее важная. Мы неуклонно твердим. Деятельность государственных органов, общественных институтов должна строиться на принципе справедливости. Это действительно так. Это касается и уголовной политики. Справедливость должна пронизывать весь уголовный закон и практику его применения. Но так ли обстоят дела в действительности? Криминогенная ситуация у нас характеризуется нормальными показателями. Чрезвычайщины мы никакой не видим. В новогодние праздники я специально заслушал доклады наших всех силовиков. И убедился в том, что если где-то чрезвычайщина какая-то, то виноваты мы. Один сигнал в общество, что президент заслужил всех, и министры мне пообещали, особенно министр внутренних дел, что будет полный порядок в стране. Слушайте, так и получилось. Всего девять правонарушений и ни одного тяжкого. То есть люди слышат, люди понимают. Просто нам надо встрепенуться и соответствующим образом заниматься практической профилактикой, скажем так. Не просто позвать человека и ему пальцем возле носа потрясти и предупредить его. А практической профилактикой, чтобы люди понимали, что любое преступление, любое правонарушение неизбежно повлечет за собой соответствующее наказание. По моему поручению администрации и президента проанализированы ряд статей Уголовного кодекса и их реализация. Возникают вопросы в связи с этим посмотреть на процесс, кого мы задерживаем, кого осуждаем, соответствуют ли назначенные меры наказания тяжести преступлений и той опасности, которую представляют эти люди для общества. Конкретно по-народному скажу, нам надо быть более осторожными при вынесении наказаний, особенно в суде. Для белорусов само появление в суде – это уже тяжелое наказание перед обществом, большинству наших белорусов. Поэтому надо очень аккуратно к этому подходить в качестве привлечения через судебные органы к ответственности. Но прежде всего надо смотреть, кого мы тащим в суд. Нам, думаю, предстоит очень большая работа в этом плане. Надо перелопачивать этот уголовный, может быть, даже и другие кодексы. Надо нам посмотреть. Тем более, я говорю, что ситуация в стране характеризуется нормально в плане правонарушений. Поэтому надо на это идти. Хотя, я должен сказать, что из 40 с лишним тысяч мест, которые мы имеем, по вашей информации, в соответствующих местах, заполнено только половину. И все время этот процент уменьшается. Это хорошая тенденция. Но на что нам надо обращать больше внимания? На занятость населения. Если даже мы идем на амнистию, помиловали человека, он обязательно должен работать. Он обязательно должен трудоустроиться. Но для этого мы должны контролировать этих людей. Но это работа, которую порой соответствующие органы делать не хотят. А надо. У нас немало людей, не работающих. А некоторые стонут, что им два десятка людей на предприятии не хватает. Но к этому вопросу мы вплотную подойдем в будущем году. Не единожды принимали решение, но ВОЗ и ныне там, на отдельных территориях. Поэтому я хочу, чтобы меня услышали соответствующие руководители районов и городов. Они-то точно там знают, кто у них работает, а кто нет. Если люди будут заняты, у нас еще на порядок меньше будет преступлений. И преступники ведь разные. Одни материя, закоренелые, рецидивисты, другие случайно оступившиеся. Вопрос, учитываем ли мы это в правоприменении. Всегда ли уголовный кодекс дает вам возможность индивидуализировать наказание. Это уже вопрос к судим. Знаю, что мнение у присутствующих здесь руководителей правоохранительных и судебных органов расходится. Ну и хорошо. Будем обсуждать. Есть что обсуждать. Думаю, что председатель Верховного суда конкретнее обозначит проблематику. А мы совместно обсудим подходы к дальнейшему совершенствованию уголовного законодательства. Предлагаю перейти к рассмотрению. Ну а потом соответствующие лица доложат журналистам, какие конкретно рассматривались проблемы и вопросы, и какие решения приняты. Пожалуйста. Уважаемый товарищ президент, в рамках проводимой в стране работы по подготовке мероприятий к празднованию 80-х годовщины освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, в Министерстве внутренних дел проработаны подходы по вопросу объявления амнистии в стране. Принятие такого решения в текущем году, по нашему мнению, видится целесообразно. Амнистия затрагивает интересы не только осужденных, но и их родственников. Некоторые из них являются ветеранами войны и труда, людьми престарелого возраста, которые нуждаются в посторонней помощи и уходе. На сегодняшний день прогноз развития криминогенной обстановки в республике не вызывает серьезных опасений. Необходимо отметить, что применение акта амнистии в 2022 году, который мы проанализировали, не оказало существенного негативного влияния на состояние правопорядка в нашей стране. Так, из 5,5 тысяч амнистированных лиц вновь совершили преступление около 4%. Принятие амнистии имеет социальную направленность и, кроме этого, экономическую целесообразность. Одним из обязательных условий ее применения является полное погашение причиненного ущерба потерпевшим.